Шатдаун в прошлом, но о его последствиях все еще говорят в США. Обычная официантка из городка Конкорд, штаб Нью-Хэмпшир, теперь героиня интернета и звезда телевидения. За что так много внимания девушке, расскажет наш американский сапкор Винниямин Трубачев. Официантка Сара Хойдел стала героиней ток-шоу из-за своей доброты. Во время бюджетного кризиса она, как обычно, разносила еду и выпивку в ресторане. Однажды, принимая заказ у двух женщин-военнослужащих, невольно подслушала их разговор. Дамы в форме говорили о том, что из-за шатдауна им не платят деньги, и это очень сильно бьет по кошельку. Официантка, несмотря на свою скудную зарплату, решила их угостить и вместо счета принесла записку, содержание которой сейчас у всех на устах. Я процитирую вашу записку. Из-за деятельности правительства работа людей, которые защищают эту страну, не оплачивается. Однако я зарплату получаю, поэтому в благодарность за вашу службу обед за мой счет. Хорошего дня! И в конце смайлик! За обед Сара Хойдел заплатила 27 долларов 75 центов. Благодарные военнослужащие рассказали эту историю в интернете, и официантка вмиг стала известной. Бесконечные интервью и фотосессии увенчались тем, что Сару в студию пригласила популярная американская телеведущая и актриса Эллен Дедженерес. Девушке за ее бескорыстный поступок подарили новый телевизор и чек на сумму в 10 тысяч долларов. Сара Хойдел расплакалась от счастья прямо перед телекамерами и пообещала, что несмотря на такое солидное денежное пополнение, работу официантки не бросит. Шатдаун в Соединенных Штатах закончился, но очередной виток противостояния между республиканцами и демократами ожидается к концу этого года, началу следующего. Так что героев для популярных ток-шоу будет предостаточно. Вениамин Трубачев, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Вашингтон.